Первая говорящая Чихуахуа Софи Привет дорогие мои друзья! С вами снова я, говорящая Чихуахуа Софи из Таиланда И наконец-то долгожданное всеми видео про аптечку для собаки Расскажу про препараты, инструменты, аптечку для дома и в дорогу, где хранить и что делать до прихода врача Видео будет длинное, серьезное, довольно сложное для непрофессионалов, но очень содержательно Итак, поехали! Как у каждого человека, у собаки должна быть своя аптечка для возможности оказать ей первую неотложную помощь до обращения в ветеринарную клинику Помните, лучше не заниматься самолечением, а идти сразу же к врачу Но аптечка действительно может пригодиться, потому что в жизни могут случаться разные ситуации Итак, что должно быть в собачьей аптечке? Первое, инструменты и материалы Ножницы, термометр, шприц, пинцет, спринцовки, пипетки, клизма, бинт, вата, компрессная бумага, жгут Помните, простой человек вряд ли сможет определить, что не так с собакой, поэтому давать лекарства нужно только после консультации с ветеринаром Иначе это может привести к серьезным и опасным последствиям В том, что случилась с собакой, вы должны быть уверены, что это именно то, что вам кажется Потому я всегда говорю, что нужно бежать к врачу в первую очередь Я назову основные средства, которые вам могут пригодиться в экстренном случае Итак, второе, наружные средства Раствор перекиси водорода или хлоргексидин для обработки ран и царапин А также йод и зеленка для дезинфекции и обсушивания царапин и ран Вазелин для смазки термометра И вазелиновое масло Оно показано при запорах, а также при попадании инородных тел, например кусочка игрушки Ливомиколь или ливосил, ранозаживляющие мази под повязку Присыпка ЦАМАКС для животных, разнозаживляющая Она изготовлена на основе циолития и не имеет никаких аналогов Третье, лекарства и препараты Самое главное для оказания экстренной помощи в случае анафилактического шока Это резкая аллергическая реакция на укус насекомого, продукты, во многих других случаях Это супрастин Его нужно вводить внутримышечно сразу после того, как произошла аллергическая реакция Чтобы вовремя спасти собаку от отравления, необходимо в аптечке иметь активированный уголь Он используется также при вздутиях Энтеросгель или энтеросорб Устраняет проявление токсикоза, улучшает функцию кишечника, печени, почек и так далее Одним словом, адсорбенты Также при отравлении и перекорме может понадобиться слабительное Для этого собаке хорошо подойдет касторовое масло То есть, если ваша собака чем-то отравилась, нужно вызвать рвоту А после этого уже давать различные адсорбенты По сути, все то же самое вы должны иметь с собой в аптечке в дорогу Средства при отравлении, аллергии, диареи или запоре А также антибактериальные средства и инструменты Для животного с хроническим заболеванием понадобится персональная аптечка, формируя которую необходимо посоветоваться с ветеринаром Это экстренная помощь Большая часть лекарств и препаратов уже назначается врачом И скорее всего вы не сможете поставить правильный диагноз и решить, что конкретно нужно дать собаке в данный момент Например, регидрон это средство для коррекции энергетического и электролитного баланса Кофеин используется при упадке сил, сердечной слабости и отравлениях Валерьяновые капли дают при ослаблении сердечной деятельности и нервном возбуждении Камфорное масло снижает температуру тела и повышает кровяное давление Адреналин используется при остановке сердца При желудочно-кишечных проблемах применяют фурозалидон, фталозол, фистал При гепатите используются бактрим, сиротаткали, аллахол Папаверин необходим при колитах и спазмах Как антибродильное и противовоспалительное средство используют молочную и уксусную кислоту Антибиотики нужны при самых разных проблемах со здоровьем и их тоже выписывает только врач Так, пенициллин колют при сепсисе, маститах, высокой температуре Биовид-40 или левомицетин нужен при острых желудочно-кишечных расстройствах с поносом Биовидин используют при диспенсии Астрептомицин при пневмониях Тетрациклин необходим при инфекционных желудочных заболеваниях Нашатырный спирт используют при полной остановке сердца или ослаблении деятельности Из пазмолитиков часто используют ножку, баралгин или анальгин Также существуют различные средства для лечения витаминозов Витамин D, глицерофосфат кальция, тетравиды, три витамин Существуют и натуральные травы При тяжелом кашле заваривают зверобой, почки березы, листья подорожника При ослаблении сердечной деятельности помогают цветки боярышника Трава горит цвета, корень валерьяны При расстройствах кишечника заваривают полынь, мяту, траву золототысячника и корень одуванчика При воспалении глаз следует использовать препараты, как левомицетиновые капли Атропин, ирис, глазные капли, тетрациклиновая глазная мазь, гидрокортизон, гентамицин, декта-2 и т.д. При воспалении ушей используются борный спирт или мазь навиформ Видите сколько всего? И это еще далеко не все препараты и лекарства Поэтому не занимайтесь самолечением, а срочно идите к ветеринару Четвертое. Где должна храниться аптечка для собак? В доме в отдельном месте, где все домашние будут знать о ее нахождении Она не должна быть доступной ни самому животному, ни в коем случае детям Отправляясь на отдых, даже на один день или на дачу, аптечку лучше взять с собой Или можно сформировать две аптечки, чтобы одна хранилась дома, а вторая, например, в машине или на даче Пятое. Что делать до прихода врача? При заметном ухудшении самочувствия животного в ожидании врача необходимо Измерить температуру тела, частоту дыхания и пульс Если произошла травма, ожог, ранение, кровотечение То перед обработкой раны руки необходимо обработать антисептиком Добавя собаке таблетки или капсулы, их следует помещать в корню языка И придержав челюсть, подождать, пока животное проглотит лекарство Для дачи жидкого лекарства можно использовать шприц без иглы Препарат вводится, не запрокидывая голову, в угол рта При нанесении эмульсий, кремов и мазей на тело собаки Лучше ей надеть защитный воротник, чтобы она не слизывала лекарство Вот такое было довольно сложное видео Спасибо за внимание, будьте все здоровы и счастливы С вами была говорящая Чухуахуа Софи Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мои группы ВКонтакте И будет вам счастье, пока-пока А у меня есть своя аптечка Эйва, а у тебя что, какие-то уникальные заболевания? Ну нет, а ты будешь рассказывать про тайский госпиталь? Ой, точно, совсем забыла Я тут недавно ездила в тайский ветеринарный институт На такое обследование, общее для проверки здоровья И я была безумно довольна их услугами Так что обязательно расскажу об этой поездке в каком-нибудь видео До встречи в эфире Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok